Всем привет! Едем с Черногории в Сербию на поезде с детьми с бара Белград. Поезд едет через Сутамурия под Горицу. Мы едем с конечного бара. Нам до бара нужно доехать с Будвы. С Будвы до бара на автомобиле ехать один час. Билет заранее не купить через интернет, поэтому или бронировать по телефону, или ехать выкупать заранее. Вот мы доехали до города Бара, но перед этим мы заехали в магазин, купили разных вкусняшек поезд и взяли две бутылки воды, полтора литра. Всегда воду уберите, потому что воды там нет. Оставили машину возле супермаркета на бесплатной парковке, и сейчас идем на ФД-вокзал. Нам идти отсюда максимум 15 минут с детьми. Ну пошли, посмотрим, как будем покупать билет. Сейчас вам покажу, как выглядит железнодорожная станция. Вот поезд стоит наш. Поезд с бара Белград. Антобусная станция, вот видите, есть ресторанчик мини, где можно кофе выпить, что-нибудь прикусить. Тут есть ларек. В ларке можно водичку пить, пиво купить. Сигареты пополнить, телефон на местной карточке. Купить сладости, какие-то игрушки. Есть туалет, но с другой стороны есть туалет. И стоит 70 центов. Вот зал ожидания. Зал ожидания миниатюрный, очереди нет, потому что направлений не очень много. Два по Черногории и один Белград. Вот, собственно, сама касса, где покупаете билеты. Поезд не современный, старый, но относительно чистый и комфортный. Есть двух, трех, четырех и шести местные спальные купе, но ходят они в разные дни недели, нужно уточнять заранее. Вот можете видеть, видите, пишет «Кола салежа има». Это означает, что этот вагон спальный. Сидячие вагоны есть всегда и сколько их зависит от спроса, один, два или три. Как купить билеты на поезд? Я звонил по местному номеру вчера и бронировал билеты на сегодня, потому что можно пройти, билетов не будет. Именно для спальни, бар Белград. Если для сидя, место есть. А в сезон нужно заранее, за два дня заказывать билеты. Вот, как мы купили билеты? Билеты обошлись нам, мы взяли каюту трехместную. Билеты нам обошлись 96 евро за нас всех, с бара до Белграда. Выходит у нас двое взрослых и двое детей. Платить за кровать в купе нужно только если нужно спальное место. Если дети спят с родителями, то только взрослый билет оплачивать и все. Вот так выглядит вагон, в котором стоят машины. Они стоят один ряд и ограничены по высоте 155 сантиметров высота. Вот последний вагон, сеточку такой, он идет с машинами и туда вот весь поезд. Сейчас попробую дойти, показать рампу, где эти машины заезжают. И грузят с трех до пяти, билеты естественно нужно заранее купить, стоимость стоит 30 евро. Здесь припаркованы машины и также можно машину загрузить на поезд. Вот трамплин, там проходит вагон и грузится машина. Машину можно загрузить с 15.30 до 5 вечера. Зайти в вагон сидячий, показать как там расположены сиденья. Вот расположены сиденья, сейчас покажу удобно, а не ленит. И вот так ехать, скажем так, 12 часов не очень удобно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Контролер просматривает билеты, какие куплены и говорит, какой вагон ваш. Вот так выглядит трехспальная койота. Можно заходить в 10? Сейчас, сейчас, да, заходите в 10. Пойдемте теперь, мы взяли трехспальную, трехместную, вполне широкие сиденья, ледушки около метра, можно с ребенком легко спать. Сейчас пойдем покажем трехместную. Да, вот мои дети уже меня ждут. Трехместный номер. Вверху ставятся чемоданы, рюкзаки. Лестница, что можно было залезть? Вешалки, зеркало, окно и стол, какой превращается в умывальник. Зарядка, можно зарядить телефоны. Удобно то, что можно загрузить машину в поезд, а самим ехать и спать. Приедешь в Белград, ты уже будешь на своих колесах по Сербии ездить. Или если вам дальше куда-то нужно, получается, ночью спали, машина едет. Удобно. Сейчас видео вам показатель. Это вторая кровать так откидывается. Вот сейчас она, когда расстеленная, то сидеть внизу покажи и сядь. Неудобно. Получается, голову надо прижимать. Поэтому, если каюта на всех купленная, купе покупает, то тогда можно ее поднять. Да. Просто. И тогда сидеть будет комфортно. Застегивается. Сядь. Тогда можно нормально сидеть. Но если вы, допустим, едете самостоятельно и на втором купе же кто-то спит, то тогда только лежа. Хоть столик есть, но воспользоваться им не получится. Видите, такая картина красивая. Еще раз уточню, что билет через интернет купить нельзя. Можно или поехать заранее выкупить, или по телефону зарезервировать за доплату. Ну, друзья, подъехали к самой главной столице Подгорицы. Здесь находится железнодорожный вокзал. Давайте посмотрим с окна, как он выглядит. Столичный железнодорожный вокзал. Вот люди, кто приехал. Выходят с поезда, а остальные вот сажатся в поезд. Я вижу, что большинство них побежали. Идея вам показывал сидячие места. Хочу показать, как вы видите туалет в поезде. В некоторых каютах есть умывальник, а туалетов нет, туалет общий. Также в поезде нет вагона, ресторана, поэтому все перекусить нужно брать с собой. А это, собственно, общий туалет. Выглядит вот так. 10.30 ночи. Граница Черногория. Называется город Белое поле. Мы выехали 8, проехали, немножко пообщались, перекусили, посмотрели. В общем, только уснули и граница. Потом снова уснули. Через полтора часа была сербская граница. Поспать так и не удалось, поэтому есть смысл брать и сидячие места. Но мы были с детьми, нам это было неактуально. Нужны были только купе с лежачими койками. А еще в поездах курят, и в купе, и в тамбурах очень было сильно накурено. И граница с большим промежутком. В общем, поспать так и не удалось. Но опыт был интересный, так что можно съездить на поезде из Черногории в Сербию или обратно. Это станция в Белграде. Мы пошли сразу покупать билет на обратный путь, чтобы были места. Вот находится касса. Я купил билет с Сербии в Черногорию. До бара. До бара. На обратный путь было только две койки в четырехместном купе. Мы их взяли и, получается, оплатили только за двоих взрослых, а дети ехали бесплатно. В целом, поездка интересная. Ради опыта. Не как отдых, а как развлечение. Летом, когда темнеет попозже, виды красивые можно будет увидеть. Можно съездить на Визаран. Если у вас нет своего автомобиля, на поезде комфортнее, чем на автобусе. Надеюсь, наш обзор вам понравился. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях.